История создания бизнеса Тяньши История десятая. Бренд Тяньши и конкурентные преимущества. Господин Ли Цзинь Юань подробно проанализировал неудачу с проектом Костный кальций и определил четыре проблемы с внедрением разработок китайских ученых в промышленное производство. Во-первых, эти разработки пылятся в сейфах. Во-вторых, если они реализуются, то не в промышленных масштабах. В-третьих, высокая себестоимость затрудняет сбыт. В-четвертых, продукт не обеспечивает экономической рентабельности и не получает общественного признания. Господин Ли Цзинь Юань выбрал новый маркетинговый путь для корпорации – стратегию брендинга Тяньши. В качестве поддерживающих факторов реализации стратегии выхода на мировые рынки он решил использовать три модели – OBM, ODM и OEM, Что это означает? Была начата работа по отбору высококачественных экологически чистых БАДов для реализации под брендом корпорации. Подписаны соглашения о сотрудничестве с производителями и продажи их продукции под брендом Тяньши. Закуплена рецептура и технологии для внедрения в собственное производство, а затем начата разработка формул для изготовления новых продуктов. Эта модель позволила в очень короткие сроки добиться глобализации бизнеса. Стремительное увеличение масштаба деятельности корпорации значительно усилило конкурентные преимущества бренда Тяньши. Бренд Тяньши был зарегистрирован во многих странах и регионах по всему миру. На данный момент стоимость бренда Тяньши только в Китае превышает 18 миллиардов 665 миллионов юаней. Словесный образ товарного знака «тиэнс», написанный латиницей, графический товарный знак «трелисник» и товарный знак с китайскими иероглифами Тяньши также были признаны узнаваемыми товарными знаками. В 2017 году бренд Тяньши был выбран для участия в проекте по продвижению национальных брендов информационного агентства «Синьхуа». Во время второго прорыва в развитии бизнеса Тяньши ассортимент продукции под брендом «Тиэнс» достиг более ста наименований товаров. В настоящее время под эффективным руководством господина Лидзи Ньюаня линейка товаров для здоровья постоянно обогащается и непрерывно обновляется, чтобы удовлетворить постоянно растущие потребности людей в здоровом образе жизни. Согласно плану развития проекта новых прямых продаж на 2021 год, к июню корпорация Тяньши выпустит до 600 видов продукции для социальных нужд и семейной жизни. К концу года эта цифра увеличится до тысячи. Компания уверенно продвигает бизнес-философию. Семейное потребление создает богатство, управление семейным потреблением создает еще больше богатства, содействуя обеспечению занятости, развитию предпринимательства и достижению программной цели, добиваясь успеха, ты делаешь успешными других. Часто говорят, что дети от смешанных браков и красивые, и умные. За 26 лет существования корпорация Тяньши распространяла свои интересы в различные отрасли народного хозяйства, различные производства, различные продукты, различные регионы мира. Их гены интегрировались в лучшую генетическую комбинацию, создали улыбающуюся кривую стратегию развития бренда Тяньши. Все это стало возможным благодаря идее супер-бренда, тщательно продуманной господином Ли Цзэнь Юанем.